Всем привет! Сегодня я вам покажу партию, которую я играл 15 лет назад в мемориале памяти Иосифа Уриха. Моим соперником был Борис Аминакович Симонян. Симонян белыми, я черными. Итак, у нас дебют А3-C5, Б6-А3, леталки. Играет он СД4, я побил и БЦ3. Обычно в этой позиции играли ЖФ4, но такой вот план он решил избрать. И за счет того, что у меня появился темп, удается перестроить позицию. Я играю в СД6 и ДЕ5. Такой вот план. Надо закрываться ДЦ3 и Е4, размен на борт. Чего добились черные в этой позиции? Во-первых, загородили шашку А1 путем ослабления своего правого фланга. То есть, создали слабость белым и в то же время и себе слабость создали на своем правом фланге. Эта позиция уже встречалась в партии Плакинг-Колесов. Дальше там играли ДЦ5, ЖФ6, ЖФ4. Но на тот момент я об этой партии не знал. И Борис Аминакович не решился со мной играть в ДЦ5, а пошел в ЖФ4. Если бы он играл ДЦ5, я планировал играть дальше ДЦ7. Белые должны определиться, либо ЦБ4 они закрывают, либо ЕД2 срывают золотую шашку. С очень сложной позиции, к чему, по сути, я и стремился. В партии было сыграно ЖФ4. Я здесь сразу хотел запечатать БЦ7, не давая хода ДЦ5. Но меня смутил ход АБ2. Теперь на ЖФ6 вклинивание, а если ЕД6, ЕД2. Ничего я там не нашел. Но я предположил, что если сразу белые ДЦ5 не захотели ходить, то на ЖФ6 они тоже откажутся от хода ДЦ5. Так и получилось. Я пошел в ЖФ6, и белые со мной разменялись, я в Ж3. И я, наконец, пошел в БЦ7, не давая белым вылазить ДЦ5. Уже эту позицию можно оценить как позиция с преимуществом у черных. Черные добились своего. То есть загородили шашку А1, в то же время не дают белым возможности продавить свой правый фланг. Поэтому преимущество в этой позиции явно у черных. Более тщательный анализ показывает, что позиция проиграна для белых. И Симонян здесь долго думал, прежде чем сыграть. И избрал довольно такой интересный план. ЕФ2, он пошел. Я ФЖ5. Анализ показывает, что выигрышу вел ход здесь ФЖ7. И если ФЖ3, то ЦБ6. И здесь у белых продаж. Если АБ2, то ФЖ5. ДЕ5, ДЕ5, ЖАЖ4, ЦД4, ЕФ6. Тоже тут все плохо у белых. Второй план это ЕД6. Если ФЖ3, то ЕФ7. ЖАЖ4, ФЖ5, ПОБИЛИ, ПОБИЛИ, ДЕ5, ЖАЖ4. И снова в белых все проиграно. Но в партии я пошел здесь ФЖ5. ФЖ3, ЕД6 и ДЕ5. Я напал. Далее было ЕД4. Можно было и ЦД4, как показывает компьютер. Не опасно. Но в партии было ЕД4 и ФЖ5. И здесь я допускаю ошибку. Я побил вот этой с А6 на Ф4. А к выигрышу вел другой бой. С Д6. И как показывает анализ. Ходы АЖ5 и АЖ7 здесь вели к победе. Мне казалось, что лучше побить этой. Для того, чтобы у белых на правом фланге осталась одна шашка. Но как ни странно, эта позиция еще защитима. Далее было АЖ7. ЕД2. ЖФ6. АЖ3. И я пошел здесь ДЕ5. В клинч. Далее было ДЕ3 и АБ6. К этому моменту здесь уже был обоюдный цветнот. Партия для меня была очень важная. Так как победа в этой партии давала мне победу в турнире. И здесь Семенян уже ошибся. Он мне решил пожертвовать шашку. ЦБ4. И ЦБ2. После ДЕ7. АБ2. ЕД6. Белые сдались. Так как ЖФ4. ФГ7. Б3. ЖХ6. Белых заканчиваются ходы. Довольно неочевидная ничья была в продолжении ЖХ4. Допустим, ЦД6. Побили, побили. ХЖ5. Побили, побили. Черные идут в дамки. Белые тоже идут в дамки. Показывают компьютер, что можно и откинуть. Просто и так сыграть. Без шашки, но ЭНЖ подничейный. После ФИ7. Допустим, Б5. И ЖХ2. Здесь неочевидная ничья. Сразу ЦД6 играть плохо. Но можно играть АБ2. Если б дамка, то ЦД4. Если ЖХ2, то БЦ3. Теперь грозит ударчик ЦБ6, ЦБ4. А если АБ4, то ЦБ6, БЦ3, БА7. Побили. Дамка. Побили. БА7. Такая ничья была. Во второй партии, где меня уже устраивала ничья, я играл ЖФ4. Побили, побили. ФЖ5, БЦ3, ЖФ6, ЦД4, ЕД6. Я поменялся. АБ6, АБ2, БА5. ФЕ5, побили, побили. ФЕ7. БЦ3, ЖХ4, ЕФ4, ХЖ7. ФЖ3 побили. Я побил на Ж3. Далее была ЖФ6, побили, побили. ФЖ5. Дальше у меня записи нет. Я, к сожалению, не помню, как дальше игралась эта партия. Но она завершилась в ничью. Таким образом я этот матч выиграл и победил в этом турнире. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на лучшую шашечную аналитику на YouTube. Всем спасибо. Пока.